Музыка Это трагедия не только для родственников, но и в целом потери для страны. И в связи с этим вспоминаешь, что у нас только за последние 10 лет в горной отрасли произошло более 200 аварий. Теперь ловишь себя на мысли, что причина аварий во многих местах является одной и той же – жажда наживы и нежелание принимать меры по итогам предыдущих. Вот если вы посмотрите, крупнейшая авария произошла у нас в Кузбассе, где погибли 112 человек. 300 километров горной выработки были приведены в негодность никогда ранее не происходившим взрывом такого масштаба. Если вы посмотрите письма жен шахтеров шахты Северная и посмотрите письма жен шахтеров шахты Распадская или других, то они примерно одни и те же. А если почитаете письма уволившихся за 2-3 дня шахтеров с этих шахт, то вы увидите, что в принципе причина одна – жажда наживы. Потому что повышенная запыленность в условиях высокого содержания метана, несоблюдение правил техники безопасности в части энергобезопасности. А вы понимаете, что в условиях повышенного содержания метана, искра от замыкания короткого, она дает сразу же мощнейший взрыв. И самое страшное, что у нас вот одна из жен написала, что если владелец шахты рабовладелец, то ему наплевать на семьи погибших. И почему-то у нас, как правило, обратите внимание, подавляющая часть шахт является частной собственностью, а возмещение семья погибших идет за счет бюджета. Справедливая постановка со стороны вдовы. В любой нормальной стране ближайшие три дня после аварии владельцы шахты бы посидели от контролеров и объяснений. В нашей стране умудряются, в принципе, спускать на тормозах и только через пять лет привлекать исполнительных руководителей, скажем, в Кузбассе. И то только после того, как они оказывали сантаж на свидетелей. И вы знаете, что судебное заседание началось только сейчас. Это о чем говорит? Если деньги преобладают над моралью и разумом, то катастрофы будут продолжаться систематически. И переходя от этого к другим вопросам, хотелось бы о чем сказать? К сожалению, по нашему глубокому убеждению, нарастающие кризисные проблемы в нашей стране, они вообще-то сродни тем, о которых я сказал по результатам аварии. У нас, казалось бы, высшее руководство страны на всевозможных форумах делает правильные посылы. Ну, вы уже забыли, наверное, но в 2012 году в Питере Владимир Владимирович поставил задачу уйти от продовольственной независимости в ближайшие 4-5 лет. Уже 4 года в этом году пришли. Это было в феврале. Ушли ли мы от продовольственной независимости? Конечно, нет. Почему не ушли? Потому что у нас вошло правило обманывать руководство страны, и, к сожалению, не совсем достоверная статистика не позволяет принимать правильные решения. Вот смотрите, сейчас в южных регионах, несмотря на запоздание весны, уже идет полная подготовка посевной. Но что происходит? На экране говорят, все средства дошли. На самом деле средства к подавляющему большинству не дошли, так же, как и субсидии за прошлый год. Но более глубокий анализ что показывает? Он показывает то, что 90% бюджетных субсидий получили 23% самых богатых хозяйств. Это к чему я говорю? Это я говорю к тому, что при таком подходе 40 миллионов непахатых земель не будут спаханы никогда. Потому что необходимо изменить ситуацию, когда государственную поддержку могут получить только те, у кого есть нормальный баланс. А как же он может быть нормальным, если Центробанк в один день, в принципе, делает его ненормальным, даже в условиях нормальность? Если неправильная финансовая политика и неправильная политика субсидий делает неэффективным и даже вчера эффективным. Поэтому необходимо в сельском хозяйстве, а, перейти к погектарной поддержке и поголовной поддержке. Только такая система может давать более-менее справедливое распределение государственной помощи и может давать нам шанс на исправление ситуации. К сожалению, у многих экономистов и правительственных чиновников есть устойчивое мнение, что налоговая система Российской Федерации является одной из наиболее приемлемых для жизнедеятельности и работы предприятий. Это глубокое заблуждение. Кроме сырьевых отраслей, налоговая нагрузка на подавляющую часть производства Российской Федерации, по мнению Российской Академии Наук и его Института Экономики, в 1,8 раза выше, чем в развитых странах. Именно поэтому у нас, в принципе, идет стагнация в производящих отраслях под рассказы о модернизации и инновациях. Еще хуже дело обстоит у нас с политикой амортизации. У нас с вами фактически либеральными словоблудами внесены изменения в налоговое законодательство, которые отменили обязательность использования амортизационных отчислений на модернизацию. Хотя в странах Запада в течение 56 лет существует строгая политика амортизационных отчислений, когда их невозможно использовать никуда под страхом уголовной ответственности. Мы считаем, что необходимо принять закон об ускоренной амортизации, который бы позволял сразу увеличить 2,5 раза вложение в модернизацию. Думайте сами. Данные за 2014 год. 4,8 триллиона амортизационных отчислений собрано, но 2,6 триллиона потрачены неизвестно куда. Или точнее по усмотрению людей, распоряжающихся счетами. Но в данной ситуации мы с вами проедаем возможности будущих поколений. Почему? Потому что сегодня вложение в основной капитал у нас в 4-5 раз ниже, чем в странах Семерки. Если вы посмотрите, то инновационные наши возможности крайне низки. Причем в структурах. Подумайте, в странах Семерки 70% инвестиций идет за счет амортизационных отчислений. Примерно 10% идет за счет заемных средств, остальное за счет прибыли. У нас это строго наоборот. Всего 20% это амортизация. 57% до декабря были за счет заемных средств, остальное за счет прибыли. Ну скажите, пожалуйста, если ваша рентабельность ниже ключевой ставки, какие заемные средства на модернизацию вы возьмете? Поэтому это путь в никуда, и если мы действительно думаем о будущем страны, то мы обязаны его изменить. Я думаю, что уже любому разумному человеку понятно, почему мы, КПРФ, предлагаем в течение нескольких лет возвращение вообще-то дифференцированной шкалы налогообложения. Во всех развитых странах этот налог был введен 100 лет назад. Царской России в 2016 году был введен, но не успели его внедрить. И многие считают, что это стало причиной революции, потому что получается, что богатые жируют, а страна беднеет. Кроме того, если вы посмотрите, то, к сожалению, в нашей стране колоссальная безответственность чиновничества. Она основана на том, что у нас нет персональной ответственности министра за деятельность отрасли. У нас есть макроразговоры, и любое министерство по своей структуре предполагает чуть ли не правительство. Любой министр, в общем-то, может много говорить, но конкретно ни за что не отвечает. Есть масса госкорпораций, внутри которых созданы коммерческие структуры, и руководители госкорпораций получают незаслуженно высокую заработную плату без ответственности за конкретные результаты. Поэтому мы считаем, что без изменения вот этих ключевых вопросов принятие закона о дифференцированной шкале налогообложения, принятие закона об ускоренной амортизации и введение отраслевого управления, невозможно восстановление страны в условиях стагнации.